Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня мы пробежимся по изменениям, которые были сделаны в январе в корейской версии игры ArcheAge. А также сегодня на моём канале стартует розыгрыш 10 стандартных сиолий. Итак, что касается январских изменений. Разработчики сделали кое-какое изменение в одном из достижений. За выполнение достижения Мастер Рыбной Ловли, игроки теперь получают набор для создания уловистой удочки Сантьяго, включая его чертёж. Также после получения данного достижения у игроков появляется возможность создать на верстаке чертёж уловистой удочки Сантьяго, который собственно и даётся по самому достижению. Только его теперь можно будет ещё и скрафтить. Те игроки, у которых уже было выполнено данное достижение до изменений, автоматически выполнят данное обновлённое достижение и получат за него награду. В награду за убийство Эрбет Дельфийца было добавлено 1000 очков чести. Я просто поплопну. Не, ну это конечно меняет дело. 100 голды и 1000 хонора, конечно же, да. Ради этого пойти на Дельфийца, конечно. Вот если бы они сделали вместо 100 1000 голды, тогда уже можно было бы подумать насчёт того, чтобы на него пойти. Теперь владелец корабля, подойдя к занятому орудию, за которым, допустим, сидит ваш противник, сможет прогнать его с орудия. То есть владелец корабля должен напрямую подойти к пушке, нажать на там второй скилл, там грубо говоря F и G, F это стать на пушку, G это прогнать чела с пушки. Нажимает G и сам может, допустим, встать за пушку. Это в принципе нормально, окей. Но это, конечно же, вообще не решает проблему, когда, допустим, у вас фрегат, там хватит и четырёх пушек, и на них стоят не те люди, их нужно оттуда убрать, а ты как бы в основном в этот момент за рулём. Да и хрен бы с ним, ладно, фрегат, если ты на катере и у тебя эти две пушки, тебе нужно встать, подойти к этой пушке и, блядь, прогнать напрямую чела с пушки. У корейских разработчиков, которых оставили следить за этим проектом, вообще что ли, мозгов как бы... НИ-ХУ-Я! Это же не просто ошиблись, сглупили, нет, это дебилизм. Для арены Кровавая Роса было уменьшено минимальное количество игроков для Запада и Востока, с 30 до 20 игроков. Ну, собственно, ничего удивительного, тем более для корейской версии. А вот что реально полезно для будущих советников в будущем патче, так это изменение длительности эффекта плаща советника с 60 до 180 минут. Напомню, что в будущих изменениях у советников появится возможность заюзать свой плащ как бы как умение, и при этом вы получаете те эффекты, которые вы имеете в виде советника, и затем просто поменять плащ советника на любой другой свой. При этом все эффекты у вас остаются, вот как видите, теперь не на 1 час, а на целых 3 часа. Еще одно довольно важное изменение, это то, что если противник находится под эффектом обездвиживания, то при использовании библиотечного щита Т1 и Т2, про Т3 здесь почему-то ничего не сказано, но возможно в будущем добавят, противник не притянется к вам. Кстати, еще одно довольно интересное изменение, то, что теперь у настойки трудолюбивого ремесленника не будет идти время вне игры, что по сути, как по мне, очень хорошо. В описании эфенского снаряжения добавлена информация о шансе и времени восстановления эффекта сета брони, увеличивающего устойчивость в ПВП. Ну и последнее, очень классное изменение, конечно же. Инстанс, стражи последнего рубежа, еще раз немного изменили. Теперь это у нас инстанс 5 на 5, было 10 на 10. Ну а за победу мы в нем получаем 30 медных драконов, 2000 очков чести и 2 жетона. Ну а за поражение или ничью, 15 медных драконов, 1000 очков чести и 1 жетон. При использовании вот этого одного жетона, вы получаете 30 гильдийного вклада. Вот вы прикиньте, я схожу 10 раз в этот инстанс и получу 300 гильдийного вклада. Кеша, сколько будет? 150 плюс 150. 300! Сотишь! Сука! Как я уже сказал, сегодня на моем канале стартует розыгрыш Сеоли. Это стандартная Сеоль на 1 месяц. Правила для участия в розыгрыше, как всегда, простые. Нужно быть подписанным на мой канал, ну и также напишите комментарии насчет данных изменений, которые вы сейчас услышали. Комментарии из одного-двух слов я не буду учитывать, напишите хотя бы побольше предложения. Ну и также есть еще один не очень такой нюанс, то что игроки серверов Ifnir, Raven и Nagashar не смогут принять участие в данном розыгрыше, потому что я тупо не смогу вам передать эту Сеоль. В предыдущий раз я выдавал вам Сеоль в виде пин-кода, таким образом я просто выдавал вместо цельной Сеоли три пин-кодика по 10 дней. Но в данный момент мне не хватит всех пин-кодов для всех победителей, если даже половина, наверное, будет из тех вот новых закрытых серверов, то я не смогу раздать всем Сеоль. Других вариантов, как вам ее выдать, нету. Я спрашивал. Ну а на этом у меня пока что все. Пишите комментарии, особенно те, кто хочет принять участие в розыгрыше. Ну и, конечно, не забываем подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы ничего не пропустить в дальнейшем.